Почему утешитель именно Святой Дух? Почему утешение это не надежда, не Слово Божье, не знаю, не вера, не вот... Но именно Иисус говорит, придет к вам утешитель, именно про Духа Святого говорит. Я думаю, что это связано с его ролью, с одной из его ролей. И, несмотря на то, что читал имена Духа Святого, я уверен, что одно имя, вот оно, оно всегда за кадром остается, хотя об этом сказано в Новом Завете. И это имя Духа Святого — это перст Божий. Вот в двух Евангелиях мы читаем, Лука говорит о том, что там слова с Иисусом он приводит, что «если я перстом Божьим изгоняю бесов». А в Евангелии от Матфея об этом сказано так, «если я Духом Божьим изгоняю бесов». То есть речь идет об одном и том же Духе. И в одном месте это Дух Святой у нас, а в другом месте это перст Божий. Так вот, одна из ролей, и, кстати, Виктория как раз говорила об этом, кто творил, кто все, кто все, вот эту деятельную работу совершал. Мне очень хотелось сказать эту фразу, я сейчас ее скажу, просто очень хотелось. Вот, надеюсь, она привяжется ко всему, что дальше я буду говорить. Меня просто это впечатляет, это тоже страх Божий для меня, размышлять о том, как существует Бог, что Бог рождает Сына, и что из Него исходит Дух Святой. И это не во времени происходит, не в конкретном моменте, а это постоянно. Это и есть Его существование Бога. Он всегда так существует. Да, это Его бытие, сущность Бога. Он всегда рождает Сына, и всегда Дух Святой исходит из Него. Но какова роль здесь именно? Вот один из Божьих служителей, по-моему, да, Бивер, он дал пример, хотя извинялся за него, потому что мы не можем точно описать эти вещи. Это просто аллегория. Да, это такая аллегория. Но он называет Бога, в данном случае, архитектором, сын, в данном случае, как прораб, как тот, кто устраивает все работы, а Дух Святой – это рабочий, значит, тот, кто строит. Ну, это очень прозрачно, на самом деле, видно в Новом Завете, абсолютно. И получить в утешение рабочий, вот, например, ты хочешь сделать ремонт, там, не знаю, построить дом. Классно, когда у тебя есть хороший архитектор. Это так классно. Здорово, когда у тебя есть замечательный прораб. Он умнее, чем ты. Да, но если не придут рабочие, ты будешь безутешен просто. Да. Бывает и прораб уже есть, да. Вот оно утешение, да, что у тебя есть, тот, кто исполняет. Вот именно, это величайшее утешение, когда приходит тот, кто делает уже. И Иисус не совершил ни одного чуда, пока Дух Святой, пока не было на Нем Святого Духа. Мы видим, что Его служение, чудес, исцеление и всего прочего началось с того момента, когда на Него сошел, видимым образом, на Него сошел Дух Святой. И мы видим, какую работу Дух Святой проводит в деяниях апостолов. Через каждое предложение про Дух Святой, Он кого-то куда-то посылает, кого-то на служение определяет, не пускает Павла в какое-то место, наоборот. То есть мы видим, как начинается мощная работа Святого Духа, и все, вводимые Духом Божьим, сказано, суть Детей Божьей. То есть мы видим, что Дух Святой — это не просто личность, но деятельная личность, которая приносит конкретные вот эти вещи, обетования в жизнь, которые приносит. Земля была безвидна и пуста, но Дух Божий носился над водой, и что-то начало появляться. Он чертеж рисовал. Нет, 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 именно деятельное, творящее бытие Бога, которое проявляется во взаимодействии с тем, что творится из ничего. У меня просто очень близок к примеру, потому что я сейчас занимаюсь как раз ремонтом. Да, это пророческий просто. Вы нам нанесете на полу, как нужно, и мы сделаем. Я беру мел, готовлюсь и вперед с рулеткой. Вот так и сделаю. Спасибо, пастор Андрей, что вы так расширили понимание утешения, потому что вот для меня оно в первую очередь, конечно, звучало просто как одна из действительно функций Бога. То есть он может и подтолкнуть, может погладить по головке, может приобнять. Больше так, не в смысле, который сейчас как бы расширил пастор Андрей, предложив понимание утешения как тот, кто как бы исполняет поручение и имеет всю силу, чтобы его исполнить. То есть утешение не только в какой-то конкретной ситуации утраты, а утешение в том, когда ты стоишь перед выбором, ты стоишь в сложной ситуации, тебе бросили вызов, ты не знаешь, что делать, ты растерян. И есть утешение, что есть сила совершить это, есть тот, кто за тебя, и он расширяет твои возможности и твои ресурсы, он с тобой. В этом утешение в любой ситуации, не только в самом страшном горе, понимаешь? Об этом мы сейчас поговорим. Друзья мои, я просто хочу напомнить нашим зрителям, которые, возможно, присоединились только сейчас к нам, или кто смотрит и просто завис совсем с открытым ртом, слушает и смотрит на нас. Друзья мои, у нас есть вопрос для вас также. Делитесь, пожалуйста, пишите вопрос такой. Как Дух Святой утешает через других людей? Поделитесь вашей историей, поделитесь вашим свидетельством, вашим опытом жизни, как происходило у вас. Скажите, а каким образом утешает Святой Дух? Я объясню, в чем вопрос сейчас. Просто, опять-таки, множество христиан, они это знают, они это понимают, но не каждый пережил это. Они вроде читают, вроде должно быть, а как-то вроде особо не утешаешься. И во всем ли может утешить Святой Дух? Я думаю, да, да. Он же Бог. Он может все невозможное человеком, возможно Богу. Мне нравится книга Иова. Я ее много раз перечитал, причем сначала я читал с серьезным выражением лица, потом очень серьезным, потом совершенно серьезным, а потом уже начал смеяться, когда начало что-то доходить. И мы видим, какое было утешение для Иова. Мы ведь знаем, что он все потерял, все было потеряно. И это не было так, что похлопывание по плечу, и Господь сказал, да, Иов не переживай там, да. Вот. Мы видим, что утешение, которое он получил от Бога, была не только мудрость и знание, и истина, когда он сказал, раньше я слухом уха слышал о тебе, а теперь я вижу тебя как есть. Но это была полная, стопроцентная компенсация ущерба и даже больше. То есть весь ущерб был покрыт. Все, что было потеряно, оно вернулось, и вернулось с избытком в его жизнь. Вот в такое утешение Божье я верю. И даже если вот говорить, как Дух Святой утешает через человека, допустим, я помню ситуацию, у нас один брат, кстати, был очень жертвенный в церкви, и как-то что-то он подзавис, стало ему грустно. Ну, я узнал, что он в печали находится. Я начал расспрашивать, что с ним случилось, и оказалось, у него были там какие-то проблемы какие-то с бизнесом, и вот дома не было денег, и он сидел дома в грустном настроении. Что я сделал? Я просто послал ему денег. Я не стал за него молиться. Есть вопросы, которые решаются. Он просиял, настроение повысилось, вот, ну, моментально практически. Ну, как быстро можно вернуть человеку хорошее настроение? Я думаю, это было утешением, вот таким от Духа Святого просто. Потому что, когда такие вещи... Я однажды сам находился в ситуации, в грустной такой ситуации, когда мы строили церковь, и вдруг деньги закончились, и мы остановились. Вот, такое случается иногда. Мы остановились, и я понимаю, что... Я смиряюсь, я понимаю, что... Ну, нет, нет, значит, будем пока ожидать. И я помню это служение, наполненное Духом Святым. Я как раз размышлял об этих вещах, о масштабе. Потому что именно масштаб вводит нас в транс. Вот такое состояние транса, это... Есть исследование, по-моему, Эндерхилл ее зовут, если я не ошибаюсь, женщина, которая исследовала мистиков христианских. И она описывает состояние, что приводит людей. Она буквально биологически даже, вот, ну, как это вообще происходит. Что происходит с человеком, когда он... Когда вот христианские поклонники, больше мне нравится слово поклонники, чем... Потому что, когда мы говорим мистики, я подразумеваю поклонников. Вот, что с ними происходит? И когда ты сталкиваешься с личностью, с тем, кто выше твоего ума, твоим умом не способен это обнять. И вот в этот момент наступает вот это состояние, трансовое состояние, когда духовный мир открывается для человека. Физически уходит куда-то на задний план, материальный мир, а духовный становится явным, видимым для человека. И в этот момент человек, конечно, переживает и утешение, получает откровение от Бога. В моем случае я находился в таком легком трансе, как раз на служении, потому что размышлял о глобальных вещах. Вот. Но к концу служения оказалось, что один человек, один пастор пытался мне дозвониться там с Норильска, вот как он про себя сам говорит, что у него в церкви там три дровосека всего лишь, небольшая церковь. И вот тебе и страх Господен, и утешение, и обличение, потому что, когда мне дали трубку, он начал отчитывать меня по телефону. Он мне сказал, вот ты что, остановился в стройке церкви? Я говорю, да. У тебя что, денег нет? Я говорю, нет. Он говорит, ты, и он начинает меня отчитывать. Ты гордый, у тебя что, друзей нет? Я удивился. Я один раз его в жизни видел до того момента. И то так миляком. Но в Норильске есть такие люди. Да, он говорит, что он тебе говорит, у тебя друзей нет, ты не можешь попросить. Ну, на самом деле, трудно просить, да, бывает. И вот он меня ругал, ругал. Я думал, к чему это все? Я думал, все. И он мне выслал просто банковскую карточку и сказал, снимай каждый день определенную сумму и продолжайте строиться. Это было великое утешение, скажем, для нас в тот момент. И мы продолжили строить. И это было эсперировано, что там Духа. Я верю, это Дух Святой. А кто еще в период кризиса начнет посылать тебе банковские карточки? Ну, это слово знания. Как человек узнал вообще об этом? Да, вот я не знаю, как он это тогда, каким образом, кто ему открыл, как это все. Но для меня это было утешением. И, во-первых, я был поражен, что есть такие люди, которые могут вот так вот сделать, да. И для меня это точно без Духа Святого это невозможно. Но почему человек, который к тому моменту был мало знаком, потом мы стали друзьями, но совершенно мне практически мало знакомый человек, вдруг такой отклик и вот такое побуждение у него. И таких примеров сотни, тысячи. Много, но смотрите, мы же знаем, что Дух Святой утешит. Или то, что вы рассказываете, на самом деле у нас же много таких примеров, да, свидетельств, когда Бог помогал, вот прям в какие-то экстренные стрессовые ситуации, вдруг что-то происходило, и это прямо чудо. Но все-таки, если человек вот находится, пребывает прямо сейчас вот в этом, он, что ему делать? Ему просто как-то отпустить весла, бросить, типа, я буду надеяться, что Дух Святой меня утешит. Ну тоже вариант. Ну да, наверное, слишком яркий пример. Но все же, то есть какие шаги ему предпринять? То есть как бы как практически верить в Духа Святого как утешителя? То есть это не будет ли таким, знаете, меркантильным отношением? Что бы я ни жил, как бы я ни делал, я знаю, Дух Святой меня утешит. Он как бы, если что, тут почистит, тут подправит. Тут вот смотри, мы начали как раз о том, что Дух Святой и вообще общение с Богом, оно сопряжено с благоговением с Богом. И, с другой стороны, оно связано с таким приятным опытом, я бы сказала, с впечатляющим опытом, когда ты обращаешься к Богу и получаешь ответы. Поэтому, конечно, оно так вот, ну, с бухты-барахты, вот утешение Святым Духом, оно не происходит. Оно происходит, когда есть, как бы, вот в Салмах вам сказано, да, что я воззвал из глубины рва из тенистого болота, я воззвал. Ну, куда ты воззвал, да? То есть сказано, что есть печаль ради мира, и есть печаль, и это печаль к смерти. Что это значит, печаль ради мира? Когда ты печалишься, что то, чем обладают люди в мире, и такие страстные помыслы, такие, ну, как бы, низменные помыслы, что они у тебя не осуществились, тебе не удалось вот пройти этим путём, как бы, испить ту чашу до дна. А есть печаль ради Бога. И вот эта печаль, когда есть у тебя взаимоотношения с Богом, понимаешь, что ты не соответствуешь, чем ты облажался, там, что-то такое сделал. И вот в этой печали очень сильно помогает Дух Святой. В печали ради Бога. И опять же, то есть, ну, как бы, понятно, что у нас есть и третья, как бы, печаль, когда мы действительно кого-то теряем дорогого. И, ну, я, на самом деле, тоже спрашиваю людей, как они проходят потери, потому что очень много разных людей. Мне было, может быть, чём-то проще, потому что, ну, вообще, наш брак состоялся тоже по водительству Божьему. Я просто видела Бога и просила, чтобы Он был между нами, с нами. И мы были, как бы, семьёй, мы были, ну, по Писанию, одним человеком, но мы были тоже двумя Личностями. И у меня были взаимоотношения с Богом, поэтому Бог меня утешал и поддерживал. Все вот Его драгоценные слова, все Его обетования, Его присутствие и послание через других людей, знающих Бога, они все утешали меня, у меня был вот этот доступ, я знала, как на него опереться. А если у человека не было такого доступа, или он никогда даже приблизительно не переживал ничего похожего, ему, конечно, тяжело. Ему тяжело, хотя, опять же, есть вот этот добрый знак, что Бог, Он источник всего благого. И если у тебя есть это откровение в жизни, это убеждение в жизни, ты сможешь пройти. Вообще, я делаю вывод, что утешение получает тот, кто хочет утешения. Да. То есть, по сути, это, наверное, первый момент, потому что иначе, если человек вообще ничего не хочет, это же к Богу не обращается. Все равно же есть момент, да, тайный. Помолись Отцу в тайне, и он, видя тайное, воздаст тебе явное. Мы-то видим уже какие-то вещи явные, да, там, кто-то кому-то деньги переслал, кто-то кому-то позвонил, кто-то кого-то поддержал, но был какой-то тайный момент молитвы человека, искренного обращения к Богу. Я считаю, что есть явное различие между доверием к Богу и равнодушием. То есть, это не тонкая грань. Это очень серьезное различие, да. Поэтому для искреннего человека трудно спутать. Есть ситуация, есть два вида, то, что можно назвать покоем, но в одном случае это покой, в другом депрессия. То есть, когда человек складывает свои руки, когда он внешне теряет активность, а внутренне у него тревоги, и внешне нам кажется, что он спокоен, а на самом деле он просто приторможен из-за депрессии, то это, конечно, это не покой. То есть, потому что внутри него разворачиваются бури, и это может вылиться потом в истерике, в какие-то вещи. То есть, если человек раскроет свою душу, свое сердце и выльет, что у него внутри, то окажется там сплошное беспокойство. Хотя внешне он может быть самым спокойным, как труп практически спокойным людей. Есть другое, когда человек, он наоборот, имея внутренний покой, он становится очень активным через это. Потому что внутренний покой экономит колоссальное количество сил. И человек, он теперь готов чем-то заниматься, он хочет, ему только надо приложить эти силы к чему-то, потому что внутри он успокоен, он успокоился. А успокоиться можно только через, по-настоящему, только полностью доверяя Богу. Потому что если мы беспокоимся, то это всегда указывает, что где-то мы не доверяем. И точно так же в отношении Духа Святого. То есть, доверить и получить утешение Духа Святого, довериться Ему, это такая активная, это внутренний покой и полное доверие. Есть у меня время прочитать одно место Писания? Да, у вас всегда есть. Да, очень хочу это сделать. И у Виктории тоже. Общитесь, главный человек. Вот, это потрясающее место, на мой взгляд, это проклятие семей, так называется. Был такой человек, который проклинал Давида. Давид уже одержал свои победы, вот он царь, шефствует со своими там приближенными. Царь один никогда не ходил, обычно с дружиной своей. И вышел человек навстречу, который не только, скажем так, обзывался, ругался, он камнями кидал на него. Да, да, пыль. Да, поднимал очень много шума. И вот уже был один из воинов, который назвал этого семьи мертвым сом, тоже в ответ, да. Вот, и уже хотел ему голову срубить. Спросил царя прежде разрешения. Вот, обратился по инстанции, так скажем, да. И вот, мне нравится ответ Давида здесь. И он говорит, во-первых, он не препятствует этому, тому, что происходит. Он игнорирует, как бы, но не просто игнорирует и не уходит в депрессию какую-то. А что он говорит? Может быть, Господь презрит на унижение мое и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие. Это 2 Царство, 16 глава, 12 стих. То есть Давид понимает, что Бог воздаст. Чем больше этот человек поносит его, чем больше он его, ну, скажем так, унижает, тем больше будет воздаяния от Бога, потому что Бог справедливый Бог. Если бы только христиане, ну, понимали, я имею в виду, вот все христиане, насколько мощно, насколько сильно, насколько вещественно вообще даже бывает унижение, ой, не унижение, утешение Господне, то никакое унижение не было бы страшным нам. То есть мы бы просто доверяли бы Богу, и чем больше кто-то тебе старается причинить вреда, тем больше Бог воздаст. Поэтому не нужно отвечать злом на зло, нужно ожидать от Бога, ожидать, что Бог компенсирует. И поэтому это все в твою копилку. Когда ты проходишь через определенные трудности, ты говоришь, о, я знаю, кто мой утешитель, Бог меня утешит. И ты не ожидаешь от людей, ты ожидаешь от Бога. Я верю, что это свидетельство, просто это слово для тех, кто действительно переживает такую ситуацию, не потери близких, а именно унижение, что несправедливо преследуют, несправедливо как-то обижают. Друзья, если это слово было для вас, пожалуйста, напишите, поддержите, чтобы было свидетельство от Духа Святого, который производит в вас эту работу, которую побудил пастора Андрея высвободить это слово для вас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok